А попрошу помочь нам разобраться со всем происходящим Якову Иосифовичу Кедми, как человека, который не понаслышке знает, что такое война спецслужб, как работает спецслужба, в том числе и против него самого, так как в советское время совершенно неожиданно, а может уже и в российское, вдруг у Якова Иосифовича в местах, где он останавливался в Москве, что-то случалось с балконами, с вечной. Ну как это? Ну как-то вот так вот раз, и что-то случилось. Ну, всё бывает. Ветер, мыши, мышка-нарушка, там кого только нет, да. Давайте послушаем Владимира Владимировича. Теперь, что касается, значит, этого пациента, значит, в Берлинской клинике. Ну я уже говорил на это счёт неоднократно, могу только некоторые вещи повторить. Ну, я знаю, я принёс Песков, кстати, мне вчера только сказал о последних там измышлениях на этот счёт по поводу там данных наших спецслужбистов и так далее. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое и в первом, и в этом случае. Это легализация, это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да у наших спецслужб хорошо это понимают и знают это. И знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни своё место пребывания и так далее. Но если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент в Берлинской клинике, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Ты понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. А так, жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение. Есть одна вещь, на которую, ну так, в широкой публике не обращают внимания, но она имеет значение. А именно, этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц. И таким образом, для тех, кто это делает, таким образом подтянуться до определённого уровня и сказать, вот обратите внимание, мой партнёр – это вот этот. И я, значит, такого же калибра человек. Вот относитесь ко мне как человек вот такого, общенационального масштаба. Это известная, во всём мире применяется этот трюк политической борьбы. Но, на мой взгляд, не этими трюками нужно пользоваться для того, чтобы добиваться уважения и признания со стороны людей. Нужно свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной для того, чтобы она была применена в конкретной стране, в данном случае нашей. Вот я призываю всех наших оппонентов действующей власти, вообще все политические силы в стране руководствоваться именно не своими амбициями личными, а интересами граждан Российской Федерации. Ну, насколько я понимаю, они решили уйти за пять минут. И то, что можно сказать по-русски, в прямом переводе с английского, сохранить лицо. Главное не в этом. Главное в том, что они уберутся из этих двух городов. Перед тем закрытием консульских отделов в Екатеринбурге и в Владивостоке. Да. Может быть, это первый шаг к уравновешиванию и к сравнению количества российских дипломатов, аккредитованных в Соединенных Штатах Америки, и американских дипломатов, которые аккредитованы в России. Сегодня большое преимущество американцев, потому что в России по какой-то странной старой привычке инерции при подсчете учитывают также российских дипломатов, аккредитованные в Организации Объединенных Наций. Никакой связи с этим нет и не должно быть. Ну, это уже, так сказать, реверанцы Министерства иностранных дел одной в сторону другого. Если вы продолжаете танцевать реверанцами, пожалуйста, дело хозяйское. В отношении того, что вся эта операция, как сказал ваш президент с пациентом клиники, в моих глазах он не пациент в клинике, в моих глазах он клиент американских, немецких и британских спецслужб. Это разные понятия немножко. Ну, инструмент. Как работают эти спецслужбы немножко, я думаю. Вот все эти пропагандистские органы, они все завязаны на спецслужбы. У меня был кара пару раз в издании «Голос Америкина» в Соединенных Штатах Вашингтона. Обычные режимные предприятия, как любое другое. Вход туда и вход в СРУ, примерно, по тем же правилам. Ну и, наверное, отбор. То же самое, радио «Свобода». Они все подведомственны разведслужбам Соединенных Штатов и всегда рассматривали, и сегодня рассматривали, как одно из средств, которые используют разведслужбы государства для проведения тех или иных операций против той страны, в которой они борются. Ну, страна-враг сегодня объявленная официально. Это вы, ну, так они и используют. В Советском Союзе было четкое и правильное определение этому. Идеологическая диверсия. По отношению к России сегодня трудно немножко называть это идеологической диверсией, потому что тогда в Советском Союзе была идеология, а у вас этой идеологии никакой нет. Идеология, диверсия не против вашей идеологии, а против вашего мировоззрения. Это разные понятия. Но война спецслужб идет, и теми методами, которые они ведут, правильно было сказано президентом России, иногда используется это для обеления тех или иных данных или средств. Вот очень часто существует проблема, а как использовать эти данные, не выдавая источник. Тогда начинают всякие упражнения, сливают это через кого-то, как-то. И зачастую пользуются оппозиционными силами в той или другой стране, чтобы через нить слить данные, чтобы настоящий источник, откуда получили эти данные, было труднее его найти. То есть они часто пользуются и для этого. В данном случае мне не совсем понятно смысл вот всей этой игры. Ну, а поверить в ту глупость, которую они говорят, не могут только те оголтелые фанатики этого самого клиента американских и британских светслужб. Но им не важно, что будут говорить, они все равно будут верить. Любой глупости. А здравого смысла там нет, и дискуссии никакой быть не может, потому что никто никого не слушает. А вот то, чем они брожируют или бравируют, все эти методы были известны еще 20 лет назад. Как определить какого-то человека по его телефонному разговору, фиксировать куда, где, куда он идет и прочее. Это старые технологии. Сегодня намного более эффективно. Они работают. Они работали и тогда, они работают и сегодня. Ну, это ни для кого не секрет. Для работников спецслужб, для работников службы безопасности в любой нормальной стране, они принимают этого внимание. И поэтому, если кто-то думает, что ходят растяпы из ФСБ или из СВР, а американцы считывают их координаты, и где, куда они идут, и не понимают, о чем они говорят. Завтра можно то же самое, просчитать почти всю агентуру СВР. Когда они приезжают в Россию, когда они едут в Яснево, когда они едут в другое место. Можно же считать это? Ты имеешь в виду ЦРУ? А? Ты имеешь в виду ЦРУ, когда приезжают и работают в Россию? Яковлевич, еще объясни мне, я вот удивляюсь, некоторые люди, типа Акунина, пишут, восемь, там, несколько лет группа убийц следовала по пятам, и вот ждали удобный момент, новичок протух. Ты меня прости, я, может, что-то плохо понимаю, но я никогда не слышал такой глупости, чтобы исполнители семь лет или там три года, или пять лет отслеживали, ездили в разные места и все думали, вот сейчас, вот сейчас. Мне казалось, что такие операции несколько иначе планируются и осуществляются. Ну, опять-таки, то, что сказал президент России, если бы хотели, мы сделали. Убрать человека на чужой территории, если этот человек охраняемый и прочее, ну, хотя бы посмотреть, что произошло в Иране недавно с главным атомщиком Ирана, этим азербайджанцем, который руководил проектом создания ядерного оружия. Или что произошло в Сулеймане в Ираке? Это, это, это на чужой территории, Сулеймане в Ираке. Можно еще десятков случаев привести. то есть это намного сложнее, если это вражеская территория, если это охраняемый объект, если сложность проникнуть, и то все идет намного проще, чем пытались это возразить. На своей территории? В чем дело? На своей территории для этого не надо за ним семь лет ходить. Для того, чтобы отравить его каким-то отравляющим вещество, никакой проблемы нет. И для этого не надо ходить за ним по пятам все время. И потом, а зачем ходить? Сегодня наружное наблюдение, оно не требует таких усилий, которые были 20 лет назад. Можно делать совершенно по-другому, совершенно намного более эффективно и без того, чтобы человек заметил. то есть это я скажу, вот недавно умер такой известнейший человек, которого во всем мире знают, как Джан Далекаро. Он писал прекраснейшие шпионские романы. Наши транскрипции его называют Лекаре. Он сам бывший служил в британской разведке. он описывал в романах те профессиональные методы, которые когда-то пользовались. И плюс он хорошо показывал психологию людей, которые занимаются разведкой в разных ситуациях. Он это делал намного более профессионально, чем эти сочинители. Они написали, сочинили примитивную какую-то сказку для людей, которые готовы верить любой глупости. и они ее пустили. Ну, так это их дело. Какая разница? С этим даже спорить бесполезно. И никакого смысла нет. И опять-таки я возвращаюсь к тому, что сказал ваш президент на пресс-конференции. Уделяю внимание этому клиенту. Тот, кто уделяет внимание, он поднимает его уровень до себя. А хотят поднять его уровень. Вот. И он стремится стать национальным героем, национальной фигурой. Ну, Фургал тоже стремится, стремились его поднять до национальной фигуры. Вот эта неудавшаяся повареха по котлетам, ее тоже пытаются разыграть до национальной фигуры. Но чем больше этим занимаются, чем больше уделяют этому внимания, тем больше льют воду, как это говорилось, на их мелье, тем больше им подыгрывают. Да не стоит им этого, не стоит ни о чем говорить. А в отношениях американских, британских или других спецслужб. Ну, я бы их успокоил только одни. Если они думают, что у России меньше возможностей, чем у них, отслеживают людей на их территории, то они ошибаются. Пусть они не будут наивными. И все, что они умеют делать, умеют делать и против них, и иногда даже получше. Так что это пустое бахвальство. Только об этом не трубят. Они трубят, ну трубят и хорошо рассказывайте. Ну и что? Ну и что? Якович, а зачем сейчас иностранные спецслужбы вот это сделали? Ну, вероятно, у них уже почти ничего не осталось. я договорю вопрос. Саша Котс, который писал материалы расследования по 33 нашим гражданам, задержанным Белоруссии, сказал впрямую, что вот ему поручили спецслужбы, и он опубликовал данные сотрудников американских спецслужб, работающих в Киеве. Это может быть такая ответка за это? Нет, я не думаю, что это ответ за это. Я думаю, что это намного проще. Те кураторы, клиентом которых он является, вероятно, они недовольны результатами вот этого всего спектакля и пытались искать способы. А как больше все-таки привлечь внимание и добиться большей результативности? Давайте добавим к его разговорам и к детскому лепету немецких врачей и Германии профессиональный вес. И вот, мы профессионально подтверждаем, что он прав. То есть сейчас недостаточно сказать того, что вот немецкие военные врачи определили бездоказательно. Недостаточно пользоваться тем, что Федеральная Республика выступает официально и говорит, да, это было так. Не срабатывает, это все-таки не срабатывает. Давайте мы скажем, нет, вот сейчас более серьезные структуры, не медицинские, а вот мы великие разведслужбы Соединенных Штатов и Великобритании, мы подтверждаем, да, его травили. А заодно мы скажем, кто его травил. Ну вот и указали имена тех или других людей, отсчитать, знать имена тех или других людей, которые работают, это можно, это не проблема. опубликовать. В данном случае это было, чтобы дать большую как бы правдивость, уверенность в том, что они говорят. Потому что раз уже это сказала разведка, то это да. Забывая, что так как опозорилась, по-русски обделалась американская и британская разведка, в Ираке, вот после этого, пусть они молчат. Они же своим враньем замазали себя на долгие годы, чтобы им кто-то верил. И сегодня надо быть действительно здоровым идиотом, который поверит, если на это написано. А это сказали представители Центрального разведного управления или МИ-6, или Небесской разведки, или Французской. Да ничего не стоят их слова. Они сказали так и еще. Тем самым они подтвердили, что это никакой не Беллинкет, если они сказали, что так и есть, они подтвердили, что да, это они следили, да, это их информация. Главное, они тем фактом подтверждают, что да, Навальный наш человек. Я сказал, он клиент, а Беллинкет работает вместе с ними. То есть, они открыто уже сказали, то есть, дойдя до такого состояния, что они видят, не срабатывая. Давайте добавим тяжелую артиллерию. И заодно, ну ладно, хорошо, тогда Беллинкет работает на них. Это гражданское прикрытие, провокации американского разведного управления. То же самое, как Голос Америки, то же самое, как Свободная Европа, то же самое, как большая часть технических изданий. В Израиле что будет, если иностранный корреспондент придет и постучит в дверь сотрудника МОСАДА? И спросит, это правда, что вы сотрудник МОСАДА, и это вы убили там кого-нибудь? В лучшем случае вопрос будет, через сколько часов он окажется в Аэропорте. В лучшем случае его будут судить. В Израиле у нас разглашение данных работников спецслужб, любых данных, фамилию, имя, фотографию, адрес, уголовное преступление. Мало того, в Соединенных Штатах Америки несколько лет назад хотели судить президента Соединенных Штатов за то, что он назвал имя по его указанию, то его работники назвали имя одной из женщин, муж, который работал в ЦРУ, и она работала в ЦРУ. Его спасло от суда только то, что те, которые слили эту информацию, они его прикрыли, они сказали, президент об этом не знал, мы клянемся на Библии. Это наша инициатива. Хотя всем ясно, что без его согласия этого не могло быть. Но только так. Их судили, а его нет. Только за то, что он сказал. Вот эта женщина, ее зовут так и так, она работник Центрального развития управления. Это американские законы. и даже президент, который вроде бы обладает правом раскрыть данные любого, раскрыть любую секретную информацию, в данном случае чуть не пошел под суд. Это любое государство, которое относится серьезно к своей безопасности и безопасности людей, которые его защищают. И любой человек, который это делает, неважно, он, я говорю, в Соединенных Штатах, президент Соединенных Штатов чудом избежал суда и тюремного заключения. Потому что за это... Садя за то вопрос, почему наши правоохранители до сих пор не приняли аналогичный закон? Кстати, извини, хочу тебе показать, тебе понравится. Вот что говорит Майк Помпео относительно того, насколько можно доверять американским спецслужбам, насколько это кристальные чистые люди. Понимаете, и после этого нам говорят, что мы должны этим людям доверять, потому что они работают, судя по всему, берлинского пациента. клиентам. Я скажу так, работники спецслужб, развеслужб, службы безопасности и других, они умеют врать, они умеют разлучать ложь. Они должны быть кристально честными только к своей стране и к своей службе. Вот там врать нельзя. там необъективность или вранье, или ложное неточное донесение это самое большое преступление. В отношении противника сколько угодно. Для исполнения своих обязанностей. На том это и построено. Люди выдают себя незаписленным поводом. На этом построены все службы. Конечно, ты можешь, ты вот читаешь, ну, как бы сказать, ты человек заслуженный, звание, опыт, а простейших вещей не умеешь. Вот я сейчас тебе покажу, как надо. Как Лариса Уорд определяет, Зарин или нет. Ты готов? Учти, твоя жизнь после этого никогда не будет прежней. Посмотрите. Это расследование. Вот она по-завтра говорит, да, точно. Чувствую. Ну и дальше уже наш народ издевается. Автор расследования про Навального Кларису Уорд Сири нюхала вещи и определяла, что там Зарин. Вообще, что этих людей в голове? Объясни мне. Ну, большей глупости вообще придумать нельзя. Даже люди, если они не специалисты со специальным оборудованием, по боевым отравляющим веществам, не могут никогда определить присутствие Зарина. Зарин можно определить. У него нет ни цвета, ни запаха, ничего. Никогда. Это не духи. Зарин в том, как он отличается. Его никогда не определишь. Можно его определить только по анализу крови и то в лаборатории, а не на месте, где это произошло. Санитар военный, военный врач на месте происшествия не может определить, был там Зарин или нет. Зарина никогда не остается. Можно определить Зарин по форме заряда. То есть, если была бомба Зарином, это определенного вида, заряд определенного вида шарики, размера. Если ты видишь, такие шарики разбитые, несколько, да, там могло быть вещество, как Зарин. Ну, то есть, по таре можешь определить. Просто Зарин или другая. Так газы работают. Но Зарин по запаху, ну, то это говорит. Это не просто вранье, это безграмотное вранье. Любой начинающий химик может сказать, нет, у этого газа запаха никакого. Никакого. Никогда не было. Так что это глупость полная. Слушай, Яков Ильич, а в Израиле вообще знают, что такое новичок и профессионалы? Как относятся к версии, что новичок мог быть использован не по своему прямому назначению, как, ну, боевое отравляющее вещество, а как яд для точечных операций? Я скажу так, у нас те люди, которые занимаются этим, не никогда, вообще по этим вопросам публично не высказываются. И никто не знает, кто они. И как-то показывали то место, где они работают и первый раз показали лабораторию, все лица были затушеваны. Это запрещено. Люди, которые этим занимаются профессионально, они никогда не будут об этом говорить. Но достаточно известно, что такое заринь и что такое новичок. Этому газу уже больше, этому веществу, его первичный вариант, первичный варианте уже 30 лет. Он ест в десятках стран мира. Почти в любой лаборатории, которая занимается химическим оружием, есть все данные о нем и все показатели. И часть из них произвели его. Произвели хотя бы для того, чтобы знать, как с ним бороться, как любой газ. Так что, что думают профессионалы, я не знаю, я их не спрашиваю. Но любой человек, который знает элементарные качества зрения, где он, как он действует, в течение какого времени, сколько, это давно было уже опубликовано. 0,75 миллиграмма зарена на килограмм веса и все. В течение менее часа человек умирает от удуши. И ничего не сделаешь. Если в первые секунды ничего не сделал, то все. А если новичок, по тому, как им говорят, он в 10 раз сильнее, это 7,5 миллиграмм. На 1 килограмм веса. Весит килограмм, вот сколько ты весяшь? Ну, скажем, вежливо, для удобства счета 95. Ну, Ну, хорошо. 8. Ну, скажи, что, что проще считать было? Да. так для тебя, для тебя, наверное, надо одна десятая миллиграмма новичка, чтобы отправить тебя в иной мир. Одна десятая миллиграмма. Вообще, кто-то может определить это количество. Газ. Если это га. но потом есть же столько отравляющих вещей. Я еще раз хочу напомнить этого подонка, этого выродка, которого слишком поздно ликвидировали. Герой нынешней Украины Степан Петлюра. Нет, не Петлюра. Отравили Бандыру. Это ну Бандыру отравили. Бандыру. Степан Бандыру. По-моему, это был 58-й год. В 58-м году в Советском Союзе было отравляющее вещество, которое отправило его совершенно спокойно в течение секунды. То есть несколько секунд. На тот свет. И немецкие врачи, и немецкая полиция, когда нашли его, и провели обследование, и вскрыли труп, они определили, умер от сердечной недостаточности. Тогда в Советском Союзе была такая способность. И если бы тот, кто его ликвидировал, не перебежал на Запад и не рассказал, что он это сделал, так бы никто и не знал. И вот через 50 лет через 60 лет в России потеряли такую способность. Они уже и до этого не могли дойти. Ну, за кого они считают людей? Ну, кто в такую чушь поверил? Тем более на своей территории. Сколько угодно случаев, как можно было его убрать. За этого ничего не надо было бы. Но дальше они начинают говорить, как возможно, разве это вообще возможно, чтобы ФСБ следило за гражданами России. Знаешь, я когда такие вещи слышу, меня вот прям удивляет. А извините, а вы считаете, что для чего вообще действует? Вот сегодня день военной контрразведки. Поздравляю всех причастных причастных с праздником. То есть мне нравится это. Как могут следить? А как можно было не следить за таким, как Навальный? Как можно было не следить? Человек впрямую встречался, получал деньги, много-много чего. Прямая филированность, то есть, конечно, они обязаны были смотреть его. Извини, МИ-6, МИ-5 не следит за гражданами Великобритании на территории Великобритании. Еще как не следит? ВБР не следит за американскими гражданами. Никогда не следило ни за кем. Оно не отчитывало всех экстремистов. Оно не отчитывает всех, кто встречается с российскими представителями. Ни один американец не может встретиться ни с одним представителем, ни одним человеком из России, не подвергая себя опасности, что он тут же поведет на учете в ФБР. Тем более с дипломатом. Тем более с официальным представителем. Тем более с дипломатом, который известен, что он представитель себя разведслужив. Не бывает такого ни в одной стране мира. вот сейчас началась реформа также разведслужб в Южной Корее и полиции. И что сказали? Теперь национальная разведывательная служба Южной Кореи не будет заниматься слежкой за гражданами Южной Кореи. Раньше она этим занималась и использовала это. Почему они перестали занимать? Почему их хотят отобрать? Что они использовали эту слежку в политическом подыгрывании тем или иным партиям. вполне демократическая страна Южная Корея. Не северная не про северную же говорят про южную. Нет страны в которой контакты граждан этой страны особенно задействованных в политической оппозиционной деятельности поддерживают контакты с иностранными представителями. Тем более определенными как представители спецслужб, чтобы за ними не следили. Во всех странах и те, которые зовут себя, называют себя лживо-демократическими. Во всех странах это естественно. Был один случай, когда в Чехословакии Гавел пришел к власти. Так. Он отменил спецслужбы. Все хватили за голову и чешскую разведку, и чешскую контрразведку. Он сказал, не надо, мы теперь в свободном мире. Ну и где же теперь чешские спецслужбы, и разведка, и контрразведка? Восстановили сразу же. Сказали, ты со своими либеральными замашками. Пока это было против ненавистного коммунизма, это все хорошо. А тут ты не порт нам картину, что, с ума сошел, что ли? И восстановили все сразу. И кто помогал восстанавливать? И кто помогал восстанавливать? Но догадаться несложно. Комиссия по правам человека. Точно. Или ребята приехали и ПБР, и помогли восстановить демократическую службу, которая должна была следить и заниматься разведкой вне Чехии, и заниматься контрразведкой, и отследованием тех или иных социальных элементов, которые могут угрожать их безопасности внутри Чехии. Яковлевич, хочу тебе вопрос задать под конец и скажи мне, иметь в виду нашу беседу, потому что сейчас будет феноменальное расследование Александра Сосновского, которое доказывает много чего по поводу берлинского пациента и американских спецслужб. Как ты относишься? Тут народ стал предлагать восстановить памятник Дзержинскому. Наверное, троллит Санкевича. Я скажу так. Это не только к Дзержинскому, это серьезный разговор. В каком году умер Дзержинский? Дзержинский? Он один из людей, который основал Советскую в Советском Союзе, в Советскую службу безопасности, службу разведки. Он защищал свое государство. Приписывать ему какие-то преступления? Зачем Дзержинске виноват? Он основатель тех служб, благодаря которым вы еще существуете. Он не организовал лагеря. Так я не знаю, это не только вопрос к Дзержинскому. Это не только вопрос, это вопрос вашей истории. Вы ее вычеркнули. Вообще не было. Давайте я вам покажу как раз похороны Дзержинского. Вот видите, несут гроб. Легко узнать людей, которые несут гроб. Это Калинин, Троцкий, Сталин. Дальше может и 26 год, он умер от сердечного приступа. Да. Дзержинский, Дзержинский же, а Фрунзе, Фрунзе тоже в чем-то виноват. Я не знаю. Я вообще, когда сносили памятники у вас, это было выражение дикого, примитивного, животного, варварства, как Талибан. Согласен. В культурной стране памятники не сносят. Это часть вашей истории. Кто-то когда-то ставил памятники, это были граждане вашей страны, которые создавали ее, строили. Это не кощунство, это дикость. Такая же дикость, как сжигать книги, сжигать библиотеки. Такие же дикие, как сегодня в Америке, уничтожают свою историю, фальсифицируя ее, извращая то, что было, приписывая то, чего не было, или пытаясь судить события столетней давности сегодняшними понятиями. стыд и позору этому государству, которое позволяет, чтобы это было, и обществу, которое позволяет, чтобы это было. И не менее позор, но он не исправляет этой ошибки. Слушай, я не знал, что отец Дзержинского преподавал математику Антону Чехову. Ну, это тоже одна из вещей. Просто как-то мимо его внимания-то прошло. Интересно. Яков Иванович, мудрый ты человек, приятно с тобой говорить. Ну, у меня странные, у меня свои понятия. Ну, что я могу сделать? зато и люди. Вот Яков Иванович Кедми был с его понятиями у нас в эфире.